Куда бегут мужчины? Россияне массово избегают мобилизацию. Скандал продолжается. На Западе увольняются медики. Спорт без границ. Пара волейбол прошел в Уральске. В эфире итоги недели. Сколько лет тюрьмы грозит племяннику Назарбаева? Когда в Казахстане планируют ввести налог на роскошь? Увеличится ли поток россиян в Казахстан? И кто сможет баллотироваться в президенты Казахстана? Теперь обо всем поподробнее. 20 сентября. В Астане прошел судебный процесс над Хайратом Сатовалда. Заседание проходило в онлайн-режиме. Журналистам запретили вести любую аудио- и видеозапись. Против съемки выступил сам подсудимый и его адвокаты. Было объявлено, что почти 30% акций Сатовалда в Казахтелекоме были возвращены государству. Адвокат заявил, что его подзащитный возместил ущерб в размере 12 миллиардов тенге. Подсудимый надеется на смягчение наказания, сказал он. Позже прокурор запросил 6 лет колонии для Хайрата Сатовалда с конфискацией и лишением права занимать определенные должности сроком на 10 лет. Также планируется внести представление президенту о лишении Сатовалда звания генерал-майора органов нацбезопасности. Сам Сатовалда заявил, что признает свою вину и полностью раскаивается в содеянном. Кроме того, он сообщил, что согласен с видом и размером наказания, которое предлагает прокурор. Таким образом, Сатовалда Олэ пошел на сделку со следствием. Медиацию можно применять, можно и не применять, но решает это суд. Оказывать давление на суд тоже нельзя. 21 сентября. Когда в Казахстане планируют ввести налог на роскошь? Министр финансов Джамоубаев сообщил, что с января 2024 года будет налоговый кодекс. Там и отразим, сказал он в кулуарах мажелиза. Президент ранее предлагал прогрессивную шкалу подоходного налога. Когда больше получаешь, больше платишь. У нас все одинаково, платят 10%. Более справедливой в мире считается именно прогрессивная шкала. Но начать мы должны со всеобщего декларирования доходов, говорят экономисты. Так, если у человека по декларации доход условно 1 миллион тенге в год и очень дорогой внедорожник, то это причина задавать ему вопросы. С декларированных доходов уже уплачен налог, там все понятно. Журналисты спросили главу Минфина, когда он сам опубликует свою декларацию, так как этого ждут люди. И вот что он ответил. Ну, понимаете, вот если кому-то дела нет, ну как бы нечего делать, только отслеживать, когда я опубликую, ну тогда это их проблема, наверное. Во многих странах СНГ налоги на роскошь называют транспортным налогом, так как изначально они распространялись только на дорогое авто. В Казахстане сценарий такой же. Налогов на роскошь пока нет, но существуют налоги на транспорт. Повышенному налогу подлежат транспортные средства высокой стоимости. Например, Астон Мартин, Бентли, Феррари, Ламборджини и Мазерати. Также в список роскоши могут войти определенные классы летательных аппаратов и яхт. Помимо налогов на транспорт, собираются ввести налоги на остальные предметы роскоши. Квартиры площадью более 300 квадратных метров, а также огромные жилые дома планируются обложить налогами на роскошь. Но эксперты советуют правительству убедиться, что после введения такой налоговой системы не последует отток капитала за границу, а инвестклимат страны не испортится. Эксперты полагают, что стоимость вывоза капитала должна быть выше, чем налог на роскошь. Тогда оттока капитала не произойдет. И вообще можно обложить налогом бензин. Сегодня в стране налог на роскошь уже есть по некоторым позициям, в частности по автомобилям. Более 5-литровые машины, двигатель более 5 литров, они платят 500 тысяч тенге. Они платят утилесбор, они платят через акциз бензин. Это тройное налогоблажение. Я более чем уверен, что наши компетентные министерства на это должны обратить внимание, с народом встретиться и правильное решение принимать. Вы полагаете, что не стоит повышать? Я лично считаю, что учитывая то, что если мы там тройное налогоблажение в части автомобиля делаем, мы должны его пересмотреть. Либо отменить транспорт налог всем и поднять акцизы бензин. Извините меня, 5-литровый, плати за бензин. В тот же день Путин объявил о частичной мобилизации в России. Мобилизационные мероприятия начнутся 21 сентября. Российские власти хотят призвать в армию 300 тысяч резервистов. Под мобилизацию попадут ослужившие люди, в первую очередь с боевым опытом, имеющие военноучетную специальность. Перед отправкой в части они будут проходить дополнительную военную подготовку с учетом опыта спецоперации, добавил президент России. Причем наказание за дезертирство в период мобилизации в военное время или в условиях вооруженного конфликта предлагается ужесточить до 15 лет тюрьмы. Министр обороны России Сергей Шайбуй заявил, что в ходе спецоперации в Украине в российских вооруженных силах погребли 6 тысяч человек. Кроме того, Путин пригрозил ядерным оружием при угрозе территориальной целостности России. Он отметил, что в Вашингтоне, Лондоне и Брюсселе прямо подталкивают Киев к переносу военных действий на территорию России. По мнению Путина, в ход пошел ядерный шантаж. «Тем, кто позволяет себе такие заявления, хочу напомнить, что наша страна также располагает этими средствами, а по отдельным компонентам и более современными, чем у НАТО», — сказал он. «Это не блеф», — заявил Путин. «А те, кто пытается шантажировать нас ядерным оружием, должны знать, что роза ветров может развернуться и в их сторону», — сказал президент России в своем обращении к народу. Он также заявил, что Россия поддержит решения жителей Херсонской, Запорожской областей, также Донбасса на референдумах. Так как же геополитическая ситуация может повлиять на Казахстан? Другое дело, что очевидно совершенно, да, что такие решения, они влияют на экономику. Мы видели вчера российские индексы упали очень сильно. Вчера с не ущерб 42 компаниям, которые являются главными, да, вот на Мосбирже, там, по-моему, совокупный убыток был, по-моему, триллион рублей. Это серьезное падение, это дальнейшее будет отрицательное влияние оказывать на динамику экономическую, на курсы валют и так далее. В этом смысле, наверное, это сейчас наиболее просматриваемые, скажем, риски и угрозы. 22 сентября российские СМИ сообщили, что на сайтах авиакомпании и билетных агрегаторов не осталось билетов на ближайшие прямые рейсы из Москвы в соседние безвизовые страны. Ситуацию прокомментировал спикер Сената. После объявления Путиным частичной мобилизацией поток россиян в Казахстан может увеличиться кратно. Тематические чаты, где россияне обмениваются мнениями или консультируются у казахстанцев по поводу получения разрешения на проживание, не на шутку активизировались. Сейчас наблюдается вторая волна массово желающих получить вид на жительство или разрешение на временное проживание. Если граждане России хотят к нам приезжать, мы не можем и не должны этот процесс ограничивать с точки зрения, если они приехали, в дальнейшем уехали по каким-то делам, побыли здесь какой-то период, есть предусмотренные законодательственные сроки, здесь никаких вопросов не должно возникать у нас. Добавим, что три страны-союзницы РФ по ОДКБ заявили об уголовной ответственности для своих граждан в случае участия в войне в Украине. Так Узбекистан, Казахстан и Кыргызстан запретили своим гражданам воевать. Правительства стран напомнили своим гражданам, что в случае участия в воевых действиях в Украине им горзит уголовное наказание на родине. На ситуацию уже отреагировали казахстанцы. В соцсетях они пишут о том, какие могут быть последствия от еще более массового приезда жителей России в Казахстан. Самое популярное мнение – аренда жилья вырастет еще сильнее. Многие арендодатели говорят, что у них очереди из россиян, готовых снимать однокомнатную квартиру ближе к центру Алматы за 800 тысяч. Какой-то гражданин придет в казахстанские государственные органы, попросит вид на жительство, скажет, что я хочу остаться в Казахстане, мне нужно вид на жительство. Есть перечень документов, которые, безотносительно страны, я говорю для всех, перечень документов, которые они должны подготовить и передать в наши компетентные соответствующие органы. И среди этих, перечень этих документов, которые должны любой гражданин другой страны подать в наши госорганы, есть такой пункт согласия государства, из которого выезжает данный человек. Выборы президента пройдут 20 ноября 2022 года. Как сообщили в ЦИК, выдвижение кандидатов начнется 23 сентября. Право выдвижения кандидатов на пост президента принадлежит республиканским общественным объединениям. Размер избирательного взноса сейчас составляет 3 миллиона. Причем избирательный взнос могут вернуть. Размер избирательного взноса на сегодняшний день составляет 3 миллиона тенге. Это 50 минимальных заработных плат, которые, как известно, 60 тысяч тенге на данный момент. Избирательный взнос кандидату возвращается в случаях, если он будет избран на должность, либо наберет не менее 5% от всех, кто примет участие в голосовании. Казахстан никогда не проводил президентских выборов в срок, объясняя это то сложным текущим моментом, то будущими вызовами. Очередные досрочные президентские выборы официально объясняются необходимостью обновить систему. Кто же не сможет баллотироваться? Самовыдвиженцы, лица с непогашенной судимостью и коррупционеры не могут бороться за пост президента Казахстана. Среди подобных фильтров следует отметить, во-первых, наличие опыта работы на госслужбе или на выборных госдолжностях в течение минимум 5 лет. Какие же еще есть правила? Гражданство по рождению, проживание на территории Республики Казахстан последние 15 лет, высшее образование, возраст не моложе 40 лет, обладание активным избирательным правом, опыт работы на государственной службе или на выборных должностях не менее 5 лет, свободное владение государственным языком. Пауржан Шейхмед Ахмедяр Ильясов. Главное за неделю. Такая картина на границе наблюдается с 21 сентября с того момента, как в России объявили мобилизацию. Ситуация на пограничных постах заметно оживилась, и тем временем близлежащие города, первым на западе является Уральск, оказались не совсем радушными. Половина опрошенных нами людей на улице в центре города оказались россиянами. Мнения тут самые разные. Если родина зовет, ее нужно защищать. А настроение это уже, ну, у дезертиров есть тоже настроение. Они убегали, они были настроены плохо, их расстреливали. Говорят, знаете как, от больной матери не уходят. Поэтому, я так думаю. Наверное, умирать-то никто не хочет. Но все умрут. Надо вот это поставить, как это, ограничение, как грустно сделано. Насчет этого. Не выдавать постоянно всем вот это. И всякие. Мы не имеем права закрыть и не впускать. Это у нас свободная страна. Нет войны! Нет войны! Нет войны! И хотя это не единогласное мнение всей России, многие из них уверены, что война – это плохо. Да, от того, что сейчас происходит, уехал бы, конечно. На твою землю напали бы. Тогда это бы можно было еще как-то дух другой буквы. А так как сейчас ведет политику России. Я бы уехал от той власти, которая сейчас в России, наверное, так. Если говорить политическим языком, то это уже беженцы, отмечают эксперты. Те, которые уехали, это, по сути, беженцы. Те же самые беженцы. Как украинцы, например, в Европе сейчас. Несколько миллионов лет. Конечно, не будет признавать Россию. Там яхты, они сами ушли. Но хорошо или плохо то, что россияне все чаще приезжают в Казахстан, однозначно сказать нельзя. Если приедут с деньгами, будут тратить их здесь, то, может, это и хорошо повысится, например, потребительский спрос. Однако это временный эффект, уверены эксперты. Вместе с этим возрастет риск увеличения стоимости проживания и других услуг. У нас и так экономика в плане того, что производство товаров и услуг мы отстаем по многим параметрам. Особенно по продовольству. Это может спровоцировать дальнейшую инфляцию. Цены на недвижимость, аренда недвижимости, продукты питания все подорожают. Как только у них средства иссякнут, это уже головная боль Казахстана встанет, нашего правительства. Я не думаю, что они все работу найдут у нас в Казахстане. У нас иногда для своих жителей не хватает. Но мнение, что нужно встречать только тех, кто приносит пользу экономике, например, профессионалов своей отрасли, неверно говорят уральцы. Просто мы можем тоже оказаться в такой же ситуации. И если будут именно отбирать, да, отбор общества начнется, то это неправильно. Они все им дети и отцы, и родители, да, у них есть дети, семьи. Мы не имеем права, страна, закрыть свои ворота и принимать только педагогов, медиков, там, я не знаю. К слову, 50 из 300 крупных зарубежных компаний, которые работали в несырьевой сфере России, приняли решение перенести производство и офисы в Казахстан. О развитии регионов в действии. Глава Минсельхоза на неделе побывал в Павлодарской области, где встретился с фермерами. Тут сельхозтоваропроизводители поднимали свои животрепещущие вопросы и в прошлом году, как известно, вводили квоты на вывоз растительного масла и семян подсолнуха. А потому фермеры не смогли вывести масло на экспорт, затронули тут вопрос и субсидии. В этом году где-то недополучили 2,4 миллиарда по растительного масла и по инвестсубсидии где-то около 5 миллиардов. Ну, я только что вас слышал, примерно вы уже сказали, что сейчас рабочая группа создаётся, и как бы на эту рабочую группу не будем рассматривать. Просто хотелось бы лично вас попросить, чтобы мы развивались в крестьянском хозяйстве. Нам нужна новая техника, нам нужно работать с землей так, как полагается. На это министр Карушукеев ответил так. В Казахстане мощности по переработке подсолнечного масла, например, можем переработать 2 миллиона тонн, а производим всего 1 миллион. То есть недозагрузка налицо. В прошлом году, да, установили квоту, но зато удалось удержать цены на продукцию. Стоит ещё отметить то, что глава государства уделяет особое внимание животноводству. В этом году, к примеру, выделено более 450 миллиардов тенге на субсидирование сельского хозяйства. Такого в истории Казахстана ещё не было, отметил министр. И вот этот известный спор между фермером и переработчиком, он в любое направление есть. Мука, зерно, то есть те же самые воины идут. Подсолнечник, мясо, животновод, вот то же самое. Других фермеров на встрече также волновал вопрос инвестиционных субсидий. По птицеводству в действующих правилах указано только мясо курицы. Предложили сельхозники внести в правила и мясо индейки, и вот что им ответил глава ведомства. Тут есть проблемы, потому что мясо индейки не является социально значимым продуктом. Большая часть у него уходит в Российскую Федерацию, поэтому на данном этапе мы пока не можем. О продовольственной безопасности и ценах ровно месяц назад говорил и премьер Алихан Смаилов. Он тоже посетил Павлодарскую область и тоже виделся с фермерами и производителями. Сейчас конъюнктура мирового рынка продовольственного именно складывается таким хорошим образом для сельского производителя, что при определенной поддержке со стороны государства будет хороший эффект. И социальный эффект с точки зрения занятости, и обеспечение продовольствием собственного населения. Тем временем, по данным ведомства в Павлодарской области, до 2025 года заработает 26 инвестпроектов в АПК на 187 миллиардов тенге. Прибыв в Западную Казахстанскую область, Коршукеев также посетил объекты сельского хозяйства. Одним из них является ТО «Уральский тепличный комплекс», и его проектная мощность составит 3000 тонн огурцов и помидоров в год. Предприятие запущено по линии национального управляющего холдинга «Казагра» благодаря господдержке. Сумма 5 миллиардов тенге, и в результате этого производство тепличной продукции в регионе увеличилось в два раза. Директор компании, между тем, доложил о проделанной работе Минтельхозу и отметил, что привлечение субсидий в отрасль очень важно, и в свою очередь глава ведомства отметил, что этот вопрос скоро будет решен. У нас серьезных проблем нет, развиваемся. В этом бы очень хорошо помогли инвестиционные субсидии, но законом это не предусмотрено. Поддержка нам нужна, так как мы занимаемся экспортом, наша продукция также реализуется по всему Казахстану. С министром этот вопрос сейчас обсудили, он пообещал выдвинуть этот вопрос на рассмотрение в правительстве. При выходе тепличного комплекса на полную мощность будут созданы дополнительные рабочие места и трудоустроено более ста человек. В дальнейшем, помимо помидоров и огурцов, планируют выращивать баклажаны и сладкий перец методом гидропоники. Потом Коршукеев посетил мясной комбинат «Кублик», где производится 75 тысяч тонн мясной продукции. В цехе, который приступил к дополнительной работе, производится продукция по безотходной технологии. Одним словом, кожа животного обрабатывается, а кости превращаются в муку. Обработанные шкуры скота экспортируются в Италию, и в ближайшее время завод намерен заняться разведением скота. Директор комбината также успел задать ряд вопросов министру. Большое спасибо ему спросил, какие проблемы есть. Я сказал, что проблемы с полевыми землями необходимо уже углублять, делать горохолдинг, выращивать своих бычков, поставлять уже на свой мискоминат. И в продолжение о регионах. Аким Актюбинской области предложил привлекать малый и средний бизнес к обслуживанию крупных промышленных предприятий. Об этом он заявил во время посещения горнодобывающих компаний, а руководители производственных объектов рассказали ему о текущем положении дел, о выполнении коллективных договоров, о плате труда работников, а также соблюдении прав и перспектив развития. Шахта десятилетия независимости Казахстана – это основной цех, который у нас останется на протяжении еще 40-50 лет. И там мы будем добывать… А выработки идут там? Да. Мы сейчас в первую очередь добываем… Или стартанетики? Нет, нет. В первую очередь сейчас добываем. Мы добываем там порядка 3 миллионов тонн. А, сейчас идет уже. Да, догуча, да. И сейчас строим вторую очередь шахты десятилетия. Она на глубину до километра 200. Вот сейчас мы построили два ствола дополнительных. У нас будет скрыто четырьмя стволами. Сейчас три ствола уже есть. И будем добывать со следующего года, будем добывать там хромовую руду. С перспективой роста до 7,5 миллионов тонн в год. По словам Акима области, привлечение малого и среднего бизнеса к обслуживанию крупных предприятий даст импульс развитию бизнеса. Соответственно, и повышению доходов населения, и Тукжанов подчеркнул необходимость модернизации производственных комплексов для достижения более высокого уровня передела. Кроме того, крупный сельхозтоваропроизводители должны оказывать содействие в повышении уровня благосостояния сельчан, сказал глава региона. Тукжанов также ознакомился с ходом уборки урожая на полях одного из хозяйств. Осмотрел цеха, заводы и предприятия тут производят 20 тысяч тонн нерафинированного масла и 26 тысяч тонн кормового широта в месяц. При этом 80% продукции уходит на экспорт. Тут важно повышение конкурентоспособности предприятия, которые занимаются переработкой сельхозпродукции. Также к запуску готовится программа Аула Монат, поэтому все должны активно участвовать в реализации этого проекта. Главная цель проекта – охватить каждую сельскую семью, создать источники постоянного дохода и улучшить благосостояние. Крупный сельхозтоваропроизводители также должны участвовать в улучшении условий жизни сельчан. Только тогда наши села будут процветать, уверен Аким. Коллекторам передали миллиардные долги казахстанцев. Наибольшая доля – это обязательство перед банками, всего 457 миллиардов тенге. Данная организация вправе выкупать только займы и микрокредиты с просрочкой свыше 90 дней. А по ипотечным судам – физлицам более 180 дней. Из общего объема около 61% составляет задолженность по договорам банковского займа. 58 миллиардов по договорам о предоставлении микрокредита и около 31,7% уступлены иными организациями. Стоимость аренды в республике резко растет на фоне сильного притока россиян. Об этом заявила глава Федерации недвижимости. Только за сутки с момента объявления о частичной мобилизации в России спекулятивный рост на аренду жилья в Казахстане и заживотажа вокруг приезда россиян составил 25%. Эксперты отметили, что данный рынок еще не успел охладеть от взлета цен в связи с началом учебного года и со студентами, как миграционный поток из России вновь его подогрел. С притоком новых арендаторов отмечается спекулятивное подорожание на 25% за сутки и ожидается дальнейший рост примерно на 10-15%. Это связано с тем, что арендный фонд уже практически весь в работе, мало объектов, которые есть в обороте. Что касается купли-продажи, то давление на эту сферу будет незначительным, потому что приобретение недвижимости – это долгосрочные планы по жизни в Казахстане. В то время как россияне не знают, как долго они будут находиться на чужбине. В то же время, по прогнозам экспертов, если не будет резких спекулятивных событий, то цены на жилье будут корректироваться примерно на 1% в месяц. Это связано с тем, что рынок перегрет. Между тем, из-за отправки на фронт мужчин в ВВП России может сократиться на полпроцента. Производительность труда снизится. Насколько болезненным стоит для экономики выпадение 95% молодых мужчин сказать сложно. Пока в управлении слишком много неизвестных, и как именно будет организован призыв, сильно ли он затронет людей с редкими навыками? Чем сильнее, тем серьезнее будет влияние на экономический рост. Если мобилизуют сотрудников охранных агентств, то все нормально, говорят эксперты. Если тех, кто занимается нормальной производительной деятельностью, то это еще один удар по экономике. В России проблемы с этим были и до войны. По производительности она была среди отстающих, а среди причин этого называли старение населения. Беда, которую мобилизация, очевидно, только усугубит. При самом пессимистичном сценарии ВВП по итогам 2022 года из-за мобилизации может дополнительно снизиться на четверть процента. Такую оценку дает агентство Bloomberg, и в собственном базовом сценарии это будет означать общее падение на 3,75%. До объявления мобилизации Минэкономразвития ждало падение ВВП на 4,2%. И возвращение к докризисному уровню в 2025 году. Россия столкнулась с оттоком кадров еще полгода назад, когда началась полномасштабная война. Ассортиментный голод пришел и в Казахстан, и в основном он коснулся бытовой и импортной химии. Большая часть транснациональных компаний базировались в России, которые закрыли производство либо сократили его. И это уже сказалось на экспорте. Кстати, 60% импорта поступало в Казахстан из России. Растут поставки из других мест, однако они не покрывают российского объема. В свою очередь, глава Ассоциации торговых предприятий высказала обеспокоенность, что резкий наплыв граждан из России приведет к повышению цен на продукты. В такой ситуации, сказала она, нужно отслеживать точное количество прибывших, чтобы правильно распределять товары по республике для избежания возникновения дефицита. Если миграционные службы смогут регулировать количество въезжающих в сутки, то мы сможем грамотно распоряжаться тем объемом, который у нас есть. Авиаперевозчиков хотят освободить от сборов за сертификаты. Такую поправку планируют внести в налоговый кодекс, а в сфере гражданской авиации вносятся нормы по исключению сборов за выдачу сертификатов, так как услуги оказываются самофинансируемой организацией. Также предлагается расширение применения нулевой ставки НДС при заправке транзитных воздушных судов. Сейчас льготы действуют только для аэропортов, рассказали эксперты. Для развития автомобильных перевозок предлагается освобождение от сбора за первичную регистрацию седельных тягачей годом выпуска до 7 лет. Дела медработников в Мангистауской области продолжаются. Уже на Узене 11 медиков уволились по собственному желанию. По информации Управления здравоохранения, в знак поддержки еще 30 работников забрали свои трудовые книжки. Однако сами бывшие медики говорят, что поддерживающих много. Например, фельдшеры с большим стажем рассказали, что дело не только в деньгах. Говорят, что мы обаставали и не выходили из-за денег, но это не так. Мы также требуем соцпакет, требуем, чтобы достойно платили за отработку. В Женаузине население большое, чтобы их всех обслужить, нужны 12 брикад, согласно приказу министерства. Однако у нас 5-6 брикад. Нагрузка колоссальная. В Мангистауской области, напомним, в сентябре еще вспыхнули незаконные забастовки медиков. Целую неделю фельдшеры и водители скорой помощи отказались выезжать к пациентам, которые нуждались в их поддержке. Я поддержал своих коллег и написал заявление об увольнении. Работа трудная, мы просто требовали стабильности. Нас никто не слышит. Мы ранее вас предупреждали. Теперь Акимат в трудовые отношения между работодателем и работником по закону вмешиваться не может. По неофициальной информации, из-за несвоевременной помощи скончался ребенок. Также стало известно, что обыстававшие медики Женаузина избили не хотевшего увольняться коллегу. Разбили стекла другим, кто продолжал работать. Но так ли это, никто из официальных лиц не подтвердил. Союз строителей Казахстана предлагает внедрить новую ипотечную программу приобретения жилья со ставкой до 5%. На сегодняшний день по всей республике в жилье нуждается порядка 4,5 миллионов человек. Это официально около 25% от всего населения. При этом взять ипотечное жилье сегодня становится все сложнее из-за высокой процентной ставки. Эту проблему обсуждают и в регионах, например, в Палате предпринимателей Западно-Казахстанской области. В совещании принимают участие представители Союза строителей, застройщики и многие другие, которые относятся к этой теме. Госпрограммы по обеспечению населения жильем работают слабо, отмечают участники. К примеру, в рамках программы 7-20-25 в ЗКО из 8354 поданных заявок в банке второго уровня одобрены только 1677. До 15 миллионов. А есть много людей, которые хотят купить не двухкомнатные, не однокомнатные, хотят трехкомнатные купить. А у них вот этот 15 миллионов не хватает на данный момент. И чтобы банки второго уровня, наше правительство вырастило цену, чтобы было до 25 миллионов. Тогда будет рынок жилья продаваться и будет строиться. Представитель строительных организаций отмечает, что из-за удорожания стройматериалов они вынуждены поднимать цены на жилье. А покупательской способности из-за этого падает еще больше. Подорожали стройматериалы. Еще здесь завершились ипотечные программы. Поэтому необходимо, думаю, пересмотреть новую программу ввести. Не 7-20-25, а может другие, более легкие. И пороговые, минимальный порог тоже повысить. Потому что в настоящий момент цены уже не актуальны по сравнению даже с прошлым годом. По оценкам экспертов, уже через 7-8 лет число людей, которые нуждаются в жилье, могут достигнуть 10 миллионов. При этом представители Союза считают, что следует разработать необходимые программы по доступности жилья населению. Иначе ситуация может привести к еще большим проблемам в отрасли. Спорт без границ. Сборная Казахстана по пароволейболу провела мастер-класс в Уральске. Главная цель пропаганды здорового образа жизни среди игроков есть и ветераны спорта. Организаторы между тем отмечают, что сегодня паралимпийцам необходима всякая поддержка, чтобы эти спортсмены имели равные права наряду с другими. Мы должны довести до уровня до того, чтобы наши запады Казахстана были обеспечены со всеми условиями, со всеми финансовыми условиями. И чтобы могли все турниры, все чемпионы Казахстана, все кубки ездили и набирать опыт. Эти люди – пример для многих своей силой воли. Они доказывают, что можно добиться высоких результатов в спорте. Каждая из них имеет за плечами целый ряд наград. Этим видом спорта я занялся более 20 лет. Поехали показать мастер-класс. Это основной костер сборной Казахстана. Сейчас пришел в сборный от Росской области. 11-кратные чемпионы Казахстана. Все участники – национальной сборной. Чемпион – бронзовый призер, азиатский. Теперь спортсмены готовятся к участию в чемпионате мира по пароволейболу, который состоится в Европе в ноябре текущего года. 26-летний мужчина упал с девятого этажа многоквартирного жилого дома в пригороде Уральска. По сообщению пресс-службы департамента полиции Западно-Казахстанской области, трагедия произошла днем 22 сентября в поселке Зачиганска в жилом доме, расположенном на улице Монкеулы. В ходе осмотра места, откуда мужчина упал, стражами порядка были обнаружены следы крови на оконной раме. Со слов очевидцев, парень выпал из окна. Полиции проводятся следственные мероприятия и устанавливаются причины случившегося. По данному факту начато это судебное расследование по статье 105 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Почти 10 тысяч поддельных долларов и наркотики пытались реализовать в Шемкенте. Департаментом агентства по финмониторингу окончено уголовное дело по факту реализации поддельных денежных средств в сумме 9300 долларов США с 100-долларовыми купюрами и психотропных веществ в виде синтетического наркотика «Мефедрон». В отношении подозреваемого была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Приговором суда задержанный был признан виновным. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет. Труп мужчины с признаками насильственной смерти обнаружен на стихийной свалке в пригороде Уральска. Об этом сообщила пресс-служба Департамента полиции Западно-Казахстанской области. Тело было найдено вечером 21 сентября на окраине поселка Круглозерное. Установлено, что погибший являлся уроженцем Касталовского района 1990 года рождения. По горячим следам, по подозрению в совершении данного особо тяжкого преступления, установленный задержан гражданин 1999 года рождения. Обстоятельства произошедшего сейчас выясняют полицейские. По данному факту начато досудебное расследование по статье 99 части 1 Уголовного кодекса Республики. Убийство, то есть противоправное умышленное причинение смерти другому человеку, наказывается лишением свободы на срок от 8 до 15 лет. Департаментом агентства по финмониторингу по Мангестауск области проводится досудебное расследование по факту организации финансовой пирамиды «Атамикен-2021». В период с 2021 по 2022 год руководители менеджера потребительского кооператива «Атамикен-2021» предлагали вкладчикам приобрести недвижимость в городе Актау, а также новые авто с пробегом по выгодным условиям без процентов и переплат по принципу рассрочки, по программам приобретения авто до 25 миллионов тенге и недвижимости до 50 миллионов. Таким образом, в действиях данного кооператива усматриваются признаки финансовой пирамиды. Сумма установленного ущерба 50 миллионов тенге наложен арест на имущество и на счета подозреваемых. Иная информация в интересах следствия в порядке статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит. Убийством закончилось совместное распитие спиртных напитков двух мужчин в Уральске. В пресс-службе Департамента полиции Западно-Казахстанской области сообщили, что преступление было совершено 18 сентября примерно в 23 часа в одном из многоквартирных жилых домов, расположенных по улице Гастелло. Мужчина 1985 года рождения нанес со своему знакомому удар ножницами в область сердца. В результате пострадавший 1984 года рождения скончался на месте до приезда скорой помощи. Подозреваемый задержан. Все обстоятельства произошедшего сейчас выясняют полицейские. По данному факту начато досудебное расследование по статье 99 части 1 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Подпольный цех по производству алкогольной продукции в антисанитарных условиях выявлен в Петропавловске. В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий Департаментом агентства по финмониторингу по Северо-Казахстанской области ликвидировано складское помещение на территории промышленной зоны города, в котором в антисанитарных условиях был организован разлив суррогатного алкоголя в пластиковые пятилитровые емкости для дальнейшей их реализации через торговые точки на территории Северо-Казахстанской области. В ходе осмотра помещений изъят спирт и спиртосодержащая жидкость в пластиковых емкостях в объеме более 16 тысяч литров, а также приспособления для розлива в пластиковые тары. В настоящее время по данному факту проводится судебное расследование и на информацию в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит. Редактор субтитров А.Семкин